Я предоставляю слово замечательному коллеге, моей боевой подруге. Да? Да, что? Все нормально? Так. Ольга Геннадьевна Баталова, врач, физиотерапевт высшей категории, заведующая отделением восстановительного лечения олимпийской деревни, это поликлиника студенческая, поэтому то, чем она занимается, а вы знаете, что такое Казань, поэтому у ней есть опыт, наработанный опыт по применению именно препаратов Power Matrix, в первую очередь Relictum, что в восстановительных периодах при спортивных травмах у спортсменов. Я ей предоставляю слово. Ну, конечно, не олимпийская у нас Казань. В 2013 году у нас было в Казани событие планетарного масштаба, универсиада 27-я, летняя. И презентацию можно? Угу, Патал. И была построена у нас деревня универсиады, медицинский центр универсиады, соответственно, информационный центр универсиады. И мне довелось организовывать службу реабилитации в этом центре. Идет? Сейчас будет? Хорошо. Мне довелось организовывать эту службу, набирать команду и работать, и, в общем-то, получать результаты. За две недели этих игр мы провели 5167 процедур, то есть посещение у нас было. Это огромное количество на такой медицинский центр. Мы не имели опыта в свое время. Опыт был перед этим универсиадом Шэньчжэнь, это Китай. Там так физиотерапия не применялась. Но вот мы пошли немножко своим путем по европейским стандартам физиотерапии и отработали очень интересные методики именно лечения спортивной травмы, острой спортивной травмы. Мы начинали лечение с первых часов травмы. И, в общем-то, таким образом мы работали с 7 утра до 11 ночи. И пациенты могли приходить на лечение 2-3 раза в день. У нас есть такие факторы, которые можно применять 2 и даже 3 раза в день. И вот на основании моего уже опыта работы была предложена эта методология совместить реабилитацию спортсменов реабилитационными методами с приемом препаратов Power Matrix. Вот это наша универсиада деревня, наш медицинский центр. И по окончании универсиады в наш медицинский центр его правительство, в общем-то, приняло такое решение. Отдали под студенческую поликлинику. То есть не приписное население, как у обычной городской поликлиники, а студенты города Казани. А МИЦ, вот этот огромный комплекс, весь отдали по Волжской академии спорта. То есть мы все это в комплексе работаем. Мы еще в 15-м году провели чемпионат мира по водным видам спорта. Тоже работали довольно-таки активно. А, пожалуйста, следующий. Ну и вот, что такое все-таки реабилитация спортсменов. Реабилитация спортсменов после травм, в отличие от реабилитации обычных людей, имеет ряд характерных особенностей. Спортсмен должен выдерживать большие физические нагрузки современного спорта, предъявляющие огромные требования к стабильности суставов, их подвижности и силе мышц. Это значит, что имеется существенное различие между понятием здоров для обычного человека и для спортсмена. Спортсмену надо брать следующие высоты. Следующий слайд, пожалуйста. У спортсменов травмы опорно-двигательного аппарата сопровождаются внезапным и резким прекращением тренировочных занятий, что влечет за собой болезненную реакцию организма. Происходит угасание и разрушение условно-рефлекторных связей, выработанных в процессе многолетних и систематической тренировки. Снишаются не только функциональные способности организма и его систем, но и происходит физическая и психическая растренированность, отрицательные эмоции, связанные с травмой, и невозможность выступать на соревнованиях, боясь надолго потерять спортивную форму и спортивную работоспособность, угнетающе действовать на психику спортсмена. Вот в этом нам помогли препараты Power Matrix. Следующий слайд, пожалуйста. Была сформирована бригада, но она, в общем-то, постоянно работает по приказу Минздрава по реабилитации, приказ 1705N. Реабилитация проводится мультидисциплинарной бригадой. Во главе у нас спортивный врач, травматолог, физиотерапевт, кинезиотерапевт, эрготерапевт, медицинский психолог и медицинские сестры физиотерапии, специалист по массажу и инструктора ЛФК. Следующий, пожалуйста. И цель данного исследования является оценкой эффективности используемой методики применения препаратов Power Matrix в комплексе с физической реабилитацией у спортсменов с травмами опорно-двигательного аппарата, направленные на уменьшение болевого синдрома, восстановление функции суставов, улучшение качества жизни и противилактику возможных осложнений. Следующий, пожалуйста. Методика исследования строилась на принципе комплексного воздействия по сочетанной и комбинированной форме. Программа дифференцировалась в зависимости от степени тяжести травмы. Практика показала, что непременным условием эффективного восстановления спортсмена является как можно более раннее начало реабилитационных мероприятий. Было сформировано две группы пациентов. Средний возраст пациентов 17-23 года. И в программу исследований были включены спортсмены с травмами, полученными не более 1-5 дней назад. Свежая травма. Целевая группа, то есть первая группа. В первой группе под наблюдением находились 20 спортсменов различных специализаций. Не выбирало вид спорта, кто приходил, кто как раз в этот момент был. Это были все студенты Павловской академии спорта, имеющие травмы. Повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава, повреждение менисков коленного сустава, состояние после артероскопии коленного сустава, состояние после остеосинтеза, надрыв манжеты мышцы ротатора плеча, повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава, закрытый перелом костей голени, разрывы и надрывы четырехглавой мышцы бедра, растяжение приводящей мышцы бедра. То есть, в общем-то, тоже разброс травмы. Во вторую группу входили спортсмены, получавшие реабилитацию только физическими методами. Распределение по видам травм было без существенных различий в диагнозах с первой группой. Следующее. В начале реализации исследования мы оценивали качество жизни обеих групп пациентов по визуально-аналоговой шкале ваш, опроснику СВ-36 и диагностической программе метододинамической электронной рестимуляции в режиме теста и скрининг. И в начале реализации исследований целевой группе пациентов было предложено дополнить комплекс реабилитационных мероприятий применением терапии препаратами PowerMatrix. Шкала ваш – это, в общем-то, метод субъективной оценки степени выраженности боли. Оценка проводилась ежедневно перед и после реабилитационных мероприятий и результаты фиксировались в процедурной карте форма 044. Это я доверила своим медицинским сестрам. У них был уже опыт работы, мы так работали во время универсиады. Следующий слайд, пожалуйста. А вот по опроснику СВ-36 краткая форма оценки неспецифического качества жизни вне зависимости от заболевания. Он состоял из 11 шкал. Значение каждой шкалы изменялось от 0 до 100. Оценка проводилась 4 раза, 1 раз в месяц. И результаты мы фиксировали в мабулаторной карте пациента. То есть в начале лечения и каждый месяц. Получилось у нас 4 раза. Следующая. Динамическая электронная ростимуляция. Здесь я проводила сама режим тест для выявления латентных триггерных зон. Проводился раз в 5 дней, после чего корректировалось дозирование процедур. Режим скрининг тоже быстрый поиск и экспертиза латентных триггерных зон. Измерение проходило в течение 5 секунд. И значение дельты латентного триггера по резко отличающейся от основного массива числа указывало на латентные зоны. Также проводили раз в 5 дней. И все это фиксировали в амбулаторной карте. Следующая. Какие мы реабилитационные мероприятия проводили? Это криотерапия, глосс-терапия, низкочастотная магнитотерапия поляризованным светом, лазерная терапия, вазоактивную стимуляцию, наши любимые импульсные токи, ультразвуковая терапия и ноу-хау, медицин, ударно-волновая терапия. Вот криотерапия сразу после травмы в острый период. Процедура всего длилась порядка 90 секунд. Микрокристаллы двуокиси углерода вызывали быстрое снижение температуры кожи до 2 градусов. И в течение 30 секунд возникал ответ в виде термического шока и еще 60 секунд мы проводили воздействие. Следующий слайд. И получали эффект анальгетический, вазомоторный, противовоспалительный и миорелаксирующий. Следующий слайд. Глубокая осцилляция тканей. Это аппарат Хивамат фирмы Физиомед. Это переменное статическое поле низкой частоты порядка 5-250 Гц низкая частота. Работали ручным аппликатором. В общем-то осцилляция это в переводе будет звучать как маятникообразное сдвижение ткани. То есть пульсирующее воздействие в глубине ткани. Следующий. Очень мощный противоотечный эффект анальгетирующий, релаксирующий, противовоспалительный, регенераторный и антифибротический. Ну конечно мы работали на противоотечный анальгетический эффект в данном случае в острой стадии. Магнитотерапия. Магнитотерапия показала свою эффективность при лечении спортивных травм на стадии отека. Но магнитотерапию можно во всех стадиях и в острую подростную и хроническую стадию и 2-3 раза в день применять через одежду, через гипс, через влажные повязки и даже металл в зоне действия не является противопоказанием. Следующий. Лазерная терапия. Ну лазерную терапию мы проводили после магнитотерапии. Магнитотерапия вихревые токи магнитные, они как бы турбулентные процессы получали таким образом, что проходило вглубь ткани, усилило эффект лазерной терапии. Мы делали кластерную лазерную терапию. Аппарат формировал сразу 14 лазерных лучей, покрывалась площадь 35 квадратных сантиметров, то есть эффективность повышалась, можно сказать, в 14 раз зона воздействия. И следующий, пожалуйста. И также у нас было воздействие от лазерного точечного лазера, которым мы воздействовали на чувствительные триггерные паравертебральные акупунктурные точки. Лазерная ручка, она имеет также блок поиска биологически активных точек. Мы еще и проводили не всем, конечно, пациентам, это большое время нужно, но и лазерную рефлексотерапию. Делали просто базовый лазерный рефлексорецепт. Следующее. Ну и за свои убедительные эффективные доказанности импульсные токи тоже широко применялись. Мы применяли евротоки, комбайновая была терапия для снятия боли, такие как транскутанная электронеростимуляция по трёберту и импульсная гальванизация 30-50 по янчу. Следующий, пожалуйста. Также среднечастотные токи АМФ, похожие на наш отечественный амплипульс и токи интерференционные. Но интерференционные токи у нас они не очень пошли, потому что из них очень сложно создать комплекс, там особое расположение электродов. Хотя если зона травмы имела нарушение кожного покрова, они очень хорошо подходили, так как накладывались электроды вокруг травмы. Следующий, пожалуйста. Также мы применяли стимулирующие токи импульсные. почему? Потому что если фиксируется один сустав, сейчас, конечно, это не как раньше фиксировалось грубой гипсовой повязкой на три сустава. В основном идет ортезное фиксирование, а мышцы уже начинают страдать. Если фиксирована сустав, мы уже полно имеем право стимулировать мышцы бедра, чтобы не развивалась атрофия. Следующий, пожалуйста. это все импульсные токи. Интересный момент, что всю вот эту аппаратуру мы могли использовать в сочетании с факторами. Вот импульсные токи с наложением вакуумных электродов. Это два аппарата, два в одном. Аппарат импульсной терапии и аппарат вакуумной. Вот вакуумная терапия, она у нас не пошла, но просто мы считали, она для нас мелко заканчивая. Вот. Еще интересная методика ультразвук сочетания с импульсными токи. Коленные суставы просто работал идеально. Следующий. Вазоактивная стимуляция прекрасный метод для лимфодренажной стимуляции удаления отеков. Заканчиваю. Ударно-волновая терапия это ноу-хау. Широко мы ее при травме не применяли, но на этапах реабилитации на третьем этапе уже все это делали. Следующий слайд. Ага, следующий. Ну, это все ударно-волновая. Да, вот еще светолечение поляризованного света. Мы немножко модифицировали методику аппликации препарата Empower Matrix Relictum. Мы не компресс перед этим не устраивали, а делали терапию поляризованным светом в течение 5 минут, потом делали аппликацию. Следующий. Ну, также ежедневно проводили 2-3 процедуры, потом, в общем-то, кинезиотерапию, кинезиотерпирование и лечебный массаж и лечение положением, что было очень важно. Дальше. Препараты. Так, как нам рекомендовал медицинский центр, мы не отходили от этой методики и ее выполняли четко. Дальше, пожалуйста. То есть, мы Matrix Relictum внутрь, как рекомендовали следующий слайд, салютом, те же рекомендации, следующий слайд, и остео, употребляли Angel и Matrix Selen в комплексе, и аппликации. Мы разводили в воде, специально приобретали воду для детского питания, она идеально подошла для растворения препарата Matrix Relictum. Вот таким образом набиралось 9 мл. Ну, это уже художество моей медсестры было, но ей было так удобно, ради Бога. И накладывали салфеточку, после чего промачивали ее, но и четко следили по времени. Если подсыхала салфетка, мы еще доводили, но ни в коем случае передержанный препарат не использовали вновь. Подошел пациент, а еще раствор есть, а время уже вышло, мы его утилизировали. Вот в этом плане у нас все было четко. Ну и в первые дни после травмы мы проводили определенные методы следующей. Второй этап уже более сложную реабилитационную терапию, а препараты Matrix мы продолжали. Следующий слайд. А на завершающем этапе мы проводили опять-таки УЗИ, МРТ, но МРТ конечно сложно, все это по квотам, а УЗИ было все-таки довольно-таки интересно смотреть на этапах. Также тест-скрининг в шкалу и ВАШ, все это мы проводили, получили хорошие результаты, а вот методику препаратами Power Matrix мы не корректировали, потому что все было четко, никаких отрицательных моментов мы не уяснили, никакой аллергии не отмечивалось, и поэтому мы не корректировали. и следующие получили хорошие результаты по шкале ВАШ на 50% следующий. Здесь мы тоже получили очень хорошие результаты контрольную до 100% и 80% следующую группу, следующий слайд. И также по результатам теста и скрининг получилось, что ответ по биологической обратной связи нам дал в исследуемой группе прекрасные результаты, а вот вторая группа требовала еще продолжения реабилитационных мероприятий. И в заключении хочу сказать, что применение у нас дало прекрасные результаты, где-то в отличие от контрольной группе на 21,25% я считаю это очень замечательный результат. Ну и в общем-то лечение препаратами мы продолжали. Спортсмены первой группы большая половина шла уже на следующий этап реабилитации. Это уже реабилитация была спортивная. Там уже начинались тренировочный процесс дозированный. Но тем не менее, чтобы их не отпускать, чтобы контролировать, мы воздействовали методами реабилитации физиотерапии на рефлекторно-сегментарные зоны, если уже не нужно было местное лечение. Благодарю за внимание. Вот где-то так мы работали. Спасибо. Спасибо.